Всем привет! Сегодня 12 июля, Московская область. Погода у нас плохая в Московской области. Вот сейчас день, плюс 14 градусов, ночью до плюс 9. Очень холодно, ветер холодный, и практически каждый день идут дожди. Даже автоматически окна, они закрыты от холода. Посмотрите, какое небо, как вечером. Но механически два окна, они у меня находятся здесь с торца, они всегда открыты. И дверь я чуть прикрываю, она тоже открытая, чтобы теплица не плакала, не было здесь влажности. Я оставляю все открытым и днем, и ночью. Так, ну, буду вам показать сначала томаты. Потихоньку начинают созревать. Как видите, листва еще у меня сохранена, только низ я убрала. Значит, листво я убираю по мере созревания плодов. То есть они вот начинают окрашиваться, и я эту листву убираю. Здесь еще вся листва останется. Начнут краснеть, я потихоньку эту буду листовую убирать. Я не оголяю томаты сразу. Считаю, что в этом нет необходимости. Все-таки листва на томатах должна быть сохранена. Частично хотя бы. Сейчас пройдем дальше. Созрел уже первый у меня томат. Это сорт Бурлак. Красно-розовый томат, крупный. Это, скорее всего, махровый цветок. Я его не убрала. И первый томат созрел. Видите, он уже начинает лопаться, потому что надо было несколько дней назад уже снять его. Так что сегодня будет первый урожай. А так уже помидоры окрашиваются. Все отлично. Смотрите, какая кисть большая. Это что у меня за сорт? Это Баба Надя. Убираю пасынки у томатов. Я еще их не завершковала. Чуть попозже это буду делать. Это у меня сорт Тетя Анна. Тоже потихоньку окрашивается. Смотрите, какие кисти. Подложила горшки, потому что очень тяжелая кисть. Мало того, что они крупные, их еще очень много на первой кисти. Это углерод. Тоже через несколько дней уже будет готов. Черри потихоньку созревают. Красные. Это и парпора. Здесь требус. Такие большие кисти. Огромные. Это что у меня за сорт? Это Черное Сердце от Борисовны. Тоже окрашивается. Смотрите, какая кисть. Тоже большая. Это сорт. Сейчас скажу. Это обычное сердце кистевое. В принципе, томаты выглядят неплохо. Вот уже бурлак. Посмотрите, какие он кисти дает. Супер урожайный, конечно, сорт. Устойчивый к жаре и холоду. Тестично, конечно, он сбрасывает зависть, но не критично. Некоторые томаты, смотрите, уже какие высокие. Скоро к потолку вырастут. Значит, уход у меня какой. Замульчированный у меня, конечно, все соломой. Я вчера теплицу эту пролила водой. Я проливаю прям с колодца, со шланга. Хорошо заливаю. Поливаю редко, но хорошо. И стабильно поливаю, чтобы томаты крупные не лопались. И все, вот и весь уход у меня в этой теплице. Все выглядит хорошо. В прошлом году мы чуть раньше начинали снимать урожай. Но в этом году чуть попозже. Но в теплицах, в принципе, все растет. Конечно, в открытом грунте похуже. Но погода. Ничего не сделаешь. Вот так. Значит, томаты я эти высевала 9 и 10 марта. А в теплицу высаживала 28 апреля. Вот так. Теперь я вам покажу еще огуречно-перечную теплицу. Она тоже стеклянная. Днем я открываю, конечно, дверь. Вот видите, закрыты все автоматические форточки. Механическое окно, одно открытое. Я, кстати, его на ночь тоже открываю. Ну, то есть она остается открытой, но двери закрываю. Значит, здесь растет посередине огурцы, одна грядка. И по бокам перцы. Перцы уже распушились. Выглядят хорошо. Созревают. Первые перцы уже красные. Это сорт леси. Красные тоже нужно будет уже снимать потихоньку созревшие плоды. Смотрите, какие перцы хорошие стали. Я вам в прошлом видео крайне показывала про теплицы эти. Они такие были все-таки маленькие еще перцы. А сейчас вот распушились. Смотрите, какие кусты большие стали. Все хорошо. Огурцы тоже в отличном состоянии. Снимаю урожай. Огурцы растут. Может быть, не так интенсивно они нарастают. Но есть. Я еще закрутки не делала. Только едим свежим виде и малосольные. Малосольные огурчики свежие. Но закрутки еще не делала. Значит, что у меня здесь замульчировано все скошенной травой. Довольно-таки большим слоем. Это теплицо, кстати, я тоже вчера проливала. Огурцы тоже замульчированы. И я подкармливаю сейчас это вот в таких гранулах конский навоз. Покупала пакет. И вот раз в неделю я подсыпаю. Хорошо проливаю. Они потихоньку так расходятся. И все отлично. Поливаю огурцы полностью хорошо. Не только под корень, а всю грядку. И еще сверху слегка смачиваю лист. Вот здесь такие коричневые пятнышки. Это фитоспорин. Это огурец изумрудный поток. Такие длинные. Очень вкусные огурцы. Один вкус сажаю. Это для именно свежего потребления. Вот вторая грядка с перцами. Тоже уже зреет. Это Леся. Это, кстати, Леся оранжевая. Вот она. Вот. Тоже красивые перцы. Я первый год высадила Леся оранжевая. У нее прям как и красный, только красивого, насыщенного оранжевого цвета. Посмотрите, какие они красивые. Тоже каплевидной формы такой. Леся это ранее. Нет, это уже не Леся, это другой сорт, уже оранжевая. Ну, в принципе, вот на 12 июля перцы уже зреют хорошо. Поливаю водой и добавляю гуматкалия, так как идет созревание плодов. Вот такая теплица. Огурцы уже поднимаются к крыше. Ну, все хорошо. Растет, конечно, очень сложно тем людям, огородникам, которые выращивают все это в открытом грунте, потому что, ну, дождаться, когда плоды посыпят при таком лете, конечно, это очень тяжело. Теплицы в этом плане выручают очень сильно. Мы уже едим, считай, вот помидоры, да, перцы, огурцы довольно-таки давно уже едим. А в открытом грунте я вам сейчас покажу перцы. Они, конечно, были высажены попозже. Видите, даже участок не могу покосить, потому что дожди, холодно, ветрено. Это вот перцы в открытом грунте, я их высадила, конечно же, попозже, но выглядят они, в принципе, неплохо, кусты. Ну, вот видите, какие маленькие перчинки. Это когда они поспеют, я не знаю, этот вообще только цветет. Вот он с перцами. Кабачки. Как ни странно, но кабачки растут. Снимаю практически их каждый день, я не даю вырастать большим. Чтобы они были большие, люблю молоденькие. Вот нужно сегодня срочно собрать их. Вчера только собирала, вот, уже наросли. Цукини, вон там, смотрите, выросли. А такие вот большие я уже себе не рву. Я это цыплятам отдаю, у меня кочковые его цыплят. Вот я им разрезаю напополам, даю. Ну, так выглядят перцы в открытом грунте. Теперь давайте еще, сейчас я вам томаты покажу в открытом грунте. Я их тоже высаживала намного позже, где-то в середине, наверное, мая я высадила. Это последние. Здесь у меня горошек растет, собираем. Салаты, укропы. Вот они, помидоры в открытом грунте. Они, конечно, все завязались. Висят такие крупные, большие. Вот. Ну, еще не спеют, конечно. Вот они, помидоры. Я их посынкую или там дальше. Подвязала их, как смогла. Ну, это у меня здесь так, знаете, они... Это помидоры, которые были в остатках. Поэтому пришлось высадить. Здесь лук на зелень. Замульчировано все скошенной травой. Это салат, который уже в цвет начинает потихоньку уходить. Но я... Мы едим, и я цыплятам маленьким отдаю тоже. Можно будет сегодня вырвать им, отдать. Бархатцы, смотрите, какие яркие. Такие яркие вообще, красивые очень бархатцы. Возле теплицы в этом году посадила. Красота. Видно прямо издалека. Ну, еще покажу вам острые перцы. Это у меня огород в контейнерах. Это все острые перцы. Несколько сортов. Очень мне понравился этот перец. Сорт Сириус. Посмотрите, какая красота. Это вот один куст. Вот он, с темным листом. И здесь вот еще два кустика. Я в следующем году соберу семена с него и посажу прямо в красивый горшок. Чтобы стоял возле дома. Очень красиво, декоративная красота. И вот такие перчики. Посмотрите, они как пуговки. Тоже перец острый. Сейчас вам скажу, какой сорт. Это кустарниковый конфетти. Кустовой. Вот такие маленькие перчинки. Они сначала, видите, фиолетовые, потом будут красные. Это тоже этот же сорт. Это острый перец. Но он поздней спелый, скорее всего. Здесь всего лишь два куста. Зелень у него очень богатая. Такая жирная, мясистая. И вот он только, видите, весь в бутонах. Перца еще нет. Но ничего страшного. Это контейнерное выращивание. Будет холодно. Я легко могу занести эти перцы в теплицу. И вот этот. Тоже с темным листом. Очень красивый. И он только-только начинает зацветать. Эти два перца, как оказалось, поздней спелые. Эти средне-спелые баклажаны. Три контейнера, высаженные по два штуки. В 35-литровые контейнеры. Холодно. Тоже для баклажанов. Есть плоды. Плодов очень много. Вот он, видите. Но холодно. Медленно растут. Медленно растут. Здесь уже нужно будет сорвать. Вот он, покажем. Смотрите, сколько баклажанов. Было бы тепло, уже бы хороший урожай был. Возможно, с понедельника потеплеет. Это вот такое контейнерное огородничество у меня. Ну и здесь хвойные в контейнерах. На подрастание. Здесь гортензии. Есть прошлогодние черенки. Вот, допустим, вот это прошлогодний. Это фантом. Крупная гортензия. И вот эти два, это уже двухгодовалые. Это я выращиваю для себя. Ну, кое-что, может быть, несколько и продам. Уже есть у меня место. Ну, еще оно полностью не готово, но я знаю, куда я их буду высаживать. Здесь дополнительно, значит, посеян горошек для детей. Ну, это дети сами сеяли. Каждый свой контейнер посеял. Горошек зашел. Буду скоро высаживать. Каменные розы там у меня. Вот. Здесь по мелочи травки. В общем, вот такие огородные дела. Тепличные дела. Хочу вам снять цветники, но холодно, дожди. Цветы все равно распускаются. Цветут. Хотелось бы вам показать, но буду ждать тепла. Потом засниму, обязательно покажу красоту. Смотрите, это такой лимонный, красивый. Это бархатцы ассорти я высаживала. Тоже крупные такие соцветия. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела показать. Подписывайтесь на YouTube канал. Заходите в телеграм-канал, подписывайтесь. Я вас буду очень рада видеть. Там тоже довольно-таки интересно. Есть общение, так что подписывайтесь. А я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok